Добрый день. На канале БТБ новости в студии Оксана Гуцайт. Следующий раунд переговоров по доэскалации конфликта на востоке страны президент Украины Петр Порошенко предложил провести в Святогорске Донецкой области. Об этом сообщил мэр Донецка Александр Лукьянченко на пресс-конференции по итогам вчерашней встречи с главой государства. Лукьянченко считает, что все вопросы касательно кризиса на Донбассе необходимо решать исключительно путем переговоров на самом высоком уровне между Украиной, Россией и АБСЕ. С стороны президента были предложения и гарантии провести следующий раунд переговоров, к примеру, в городе Святогорске с участием России представителей АБСЕ, руководства ДНР и ЛНР. Петр Порошенко призвал Италию и Великобританию присоединиться к четырехсторонним переговорам по урегулированию ситуации в Украине. Президент сказал об этом во время встречи с министром иностранных дел Италии Федерико Магерини в Киеве. Порошенко высоко оценил участие Германии и Франции в переговорах Украины с Россией, однако считает, что международное влияние было бы сильнее, если бы к диалогу подключились Рим и Лондон. В свою очередь Магерини заверила Порошенко, что Италия поддержит его мирные инициативы всем своим влиянием, включая двусторонние контакты. Ранее Федерико Магерини встретилась с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Тот сообщил, что Киев ждет четкого сигнала о готовности России и сепаратистов к переговорам. Тогда трехсторонняя контактная группа Украина-Россия-БСЕ сможет продолжить сложный диалог о прекращении огня на востоке Украины. А председатель итальянского МИД заявила, что судьба этих переговоров решится в ближайшие дни. Магерини также считает, что мирный план Порошенко – это единственный возможный способ для доэскалации конфликта на Донбассе. Нам нужен последовательный четкий сигнал, в том числе со стороны России, для того, чтобы сепаратисты разговаривали с целью достижения двухстороннего прекращения огня. А трехсторонняя контактная группа пытается сделать все, чтобы продолжить этот достаточно сложный диалог, чтобы сохранить человеческие жизни. Во время обстрела боевиками района Луганска снаряд разорвался рядом с маршруткой, в которой были пассажиры. В результате два человека погибли, еще восемь получили ранения. Пострадавших госпитализировали. Об этом сообщил руководитель информационного центра Совета нацбезопасности и обороны Андрей Лысенко. При этом он подчеркнул, что украинские военные не стреляют по населенным пунктам. Огонь открыли со стороны боевиков. С утра Луганск украинские военнослужащие не обстреливали. И вообще команды, чтобы обстреливать город, не было. Это касается как авиации, так и артиллерии. Поэтому нам очень просто вычислить, кто это сделал. За время проведения силовой операции на востоке Украины территория подконтрольная боевикам уменьшилась вдвое. Силы АТО продолжают защищать Донецкую и Луганскую области от вооруженных бандформирований. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБУ Андрей Лысенко. По его словам, за последние сутки боевики 12 раз обстреливали в посты и подразделения вооруженных сил Украины недалеко от населенных пунктов Счастье, Краснополье, Металлист, Терновое, Станица Луганска, Георгиевка и Должанский. Один военный погиб в результате нападения террористов на батальон Айдар в городе Счастье. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области. Под видом украинских военных боевики проникли в расположение батальона, сказав, что привезли сепаратистам. После чего открыли огонь по военнослужащим. Порядок в Артемовске будут обеспечивать дополнительные силы милиции и нацгвардии. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, военные уйдут из города. Напомню, сегодня в Артемовске террористы открыли огонь из гранатометов по месту дислокации подразделения батальона «Донбасс». По словам командира батальона Семена Семенченко, ранен один из бойцов. Также ночью в городе было обстреляно здание горсовета, на втором этаже которого произошел взрыв. В результате возник небольшой пожар. Вероятнее всего, нападение совершила диверсионно-разведывательная группа ДНР. Террористы обстреляли пункт пропуска Югановка в Луганской области. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины. Огонь открыли с расстояния двух километров. Нападение было отбито. Во время боя девять наших военнослужащих получили незначительные осколочные ранения. Также сегодня ночью российские наемники обстреляли пограничные подразделения в районе населенного пункта Дьякова и пункта пропуска Довжанский. Пострадавших со стороны украинских военных нет. Семьи украинских правоохранителей, погибших в антитеррористической операции, будут пользоваться рядом льгот. Соответствующий закон подписал президент Украины Петр Порошенко. Таким образом, родственники погибших участников АТО смогут получать бесплатно лекарства, путевки в санатории, скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Министерство обороны отчиталось о материально-техническом обеспечении участников АТО. Проверка проводилась по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Специалисты говорят, существенных замечаний в нарушении норм медицинского обслуживания или питания военных не обнаружили. Бойцы по мере возможности вовремя получали питьевую воду, продовольствие и амуницию. Минобороны также сообщили, что выплаты военнослужащим, задействованным в АТО, увеличили вдвое. Денежные выплаты военнослужащим вооруженных сил, задействованных в проведении АТО, увеличились в два раза по сравнению с другими военнослужащими и составляют, в зависимости от занимаемых должностей, от 5700 гривен в расчете за полный месяц. В то же время Петр Мехет отметил, что потребность бронежилеток для военнослужащих, задействованных в проведении силовой операции на Донбассе, пока остается. В ближайшее время понадобится около 25 тысяч комплектов. Впрочем, помочь самодированием для украинских бойцов готовы другие страны. В частности, Франция предоставила тысячу средств защиты и еще 600 в Соединенные Штаты Америки. Также активно поддерживают армию отечественные предприниматели. Они закупили более 2,5 тысяч бронежилетов со времени проведения АТО. Инфляция в Украине замедляется, сообщила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева. В июне инфляция составила 1%, против майского показателя 3,8%. За первое полугодие 2014 года инфляция составила 11,6%. Основными факторами стали подорожание продуктов питания на 0,7% и повышение тарифов на электроэнергию на 11,3%. По словам Валерии Гонтарева, эффект курсовой коррекции уже почти исчерпан. Поэтому во втором полугодии, по прогнозам ЭТБУ, тренд на замедление инфляции продолжится. Этому поспособствует и ожидаемый рекордный урожай зерновых, подчеркнула Валерия Гонтарева. Еще более оптимистичные прогнозы Нацбанк делает на следующий, 2015 год. Мы считаем, что инфляция во втором полугодии замедлится, потому что большинство инфляционных факторов уже сработали. По нашим оценкам, инфляция во втором полугодии составит 5%, а в годовом измерении около 17%. А в следующем году мы ожидаем, что инфляция вернется в плоскость однозначных чисел. Государственная компания «Укргаздобыча» до конца года планирует сохранить объемы добычи природного газа на уровне прошлого года, а это более 15 миллиардов кубометров. Об этом заявил руководитель предприятия Сергей Костюк. По его словам, во втором квартале компании удалось увеличить доход компании за счет увеличения цены реализации углеводородов. За 6 месяцев года это увеличение составило 8% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Основным источником увеличения доходной части, безусловно, явилось в первую очередь увеличение цен продажи. Конечно, самым главным фактором является увеличение цены реализации жиженого газа. Цена изменилась более чем в 4 раза. Также произошли изменения относительно цены реализации на остальные нефтепродукты. Долг Украины за российский газ превысил 5 миллиардов. Эти данные по состоянию на 16 июня, когда его поставки прекратились, озвучил глава российского «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, накануне истек срок оплаты за газ, полученный в прошлом месяце, но денег Россия не получила. При этом «Газпром» продолжает считать задолженность Киева по цене 486 долларов за тысячу кубометров, которые Украина оспаривает в Стокгольмском арбитражном суде. Переговоры о снижении тарифов при посредничестве Евросоюза длятся с мая, но пока не уменьшались успехов. Уже в пятницу, 11 июля, Украина, Евросоюз и Россия начнут трехсторонние консультации по имплементации нашей страной соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом сообщила глава МИД Италии Федерико Маггерини. Консультации пройдут на уровне внешнеполитических ведомств с участием Отечественного министерства экономического развития. При этом Киев рассматривает несколько вариантов развития событий, вплоть до самого худшего ограничения торговли со стороны России. Об этом говорит министр экономического развития Павел Шеремета. В Брюсселе готовятся трехсторонние технические консультации. Украина, Евросоюз и Российская Федерация, целью которых является, во-первых, выслушать возможные тревоги, имеющиеся у разных сторон, в том числе Российской Федерации, относительно действий Украины по поводу ассоциации, ну и ответить на них. Спасибо, что были с нами. До встречи в 17.00.